всем привет здравствуйте мои дорогие друзья авторская программа давай поговорим сегодня хотел бы с вами разобрать стихотворение сенина не жалею не зову не плачу очень интересное стихотворение на меня тоже затронуло и в детстве мы учили в школе то есть это стихотворение уже сопровождает меня много десятков лет и если так задуматься то действительно в таком в пяти небольших частях отображена вся жизнь вся жизнь любого человека которого возьмешь по жизни да то все самое самое главное в этих стихах уже можно прочитать это стихотворение сенин написал двадцать первом году 1921 году когда ему было 26 лет казалось бы ему еще рано было думать о том что молодость его прошла и смерть скоро приблизится однако начала двадцатого века обозначились войной и он вокруг себя видел очень много смертей как и сегодня тоже начало двадцать первого века и продолжение как мы видим ничего хорошему люди не научились за все эти тысячелетия да и войны продолжаются это же молодежь сегодня уже задумывается о смысле жизни об этих бесконечных войнах вообще смысле жизни это очень здорово поэтому что с есенин тоже об этом задумывался поэт не был участником войны военных событий особо он туда на войну не стремился но его отправили служить в царско-лисейский военно-санитарный поезд тут он согласился чтобы помогать другим людям раненым как-то облегчить их не такую участь а так вот убивать других людей он даже не убивал животных не то что там убивать кого-то других людей он не собирался и не хотел и у него была на это прекрасная возможность не воевать да ну все равно посмотреть на эти бедствия на это несчастье и помочь кое-кому это у него было такое желание сердце это очень здорово что у него это было там конечно он узнал что жизнь граничит со смертью сегодня ты живой завтра тебя нет ранили убили коллега и к моменту написали стихотворение сергей уже успел создать несколько сборников том же двадцать первом году он встретил женщину из которой создал семью поэтому в принципе да уже в таком возрасте двадцатилетнем у него уже и семья была и книги сборники стихов выпущены то есть человек уже был можно сказать зрелым человеком потому что если сегодня взять молодежь кто уже в 20 лет и женится и чтобы у него книги издавались или какие-то сборники таких людей очень-очень мало есенин был конечно такая очень интересная личность свое время и таких было один на миллион а часто я историю написали произведения связывают с мертвыми душами гоголя в лирическом отступлении повести есть строки смысл которых отобразился в творении с есенина он например говорит что пробудила бы в прежние годы живое движение в лице смех и не мелочные речи то скользит теперь мимо и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста о моя юность о моя свежесть вроде бы 20 лет парню да и уже такие вот грустные настроения про жизнь про свежесть ну конечно наверное 18 лет он себя по-другому чувствовал может быть он как раз это и вспоминал но у него не было никакого основания конечно в 20-летнем возрасте уже думать что все юность прошла и свежесть пришла нет просто время было такое депрессивная смерть вот это вот болезнь голод разруха вышла не знаете как это придавали цена пред революционное время во время революции огромный голодомор там разборки белая армия красная мне брат убивает брата но сегодня правда ничего тоже не изменилось в этом мире ну вот можете представить как у молодежи какое сегодня настроение даже если возьмите россию там или другие страны расстояние настроение тоже иногда депрессивно впервые стихотворение увидела мир на страницах красной нивы в 1922 году о чем он писал и что задумал раздуманно человеческой жизнью традиционной для мировой литературы то есть как все все писатели все поэты и все нормальные люди мы все задумываются над человеческой жизнью рано или поздно все когда-то всем когда-то придется умереть кто-то хорошо умрет в домашней кроватке чистенькие аккуратненькие побритые вычищенные помыты а кто-то где-то в канале в какой-то какая-то бомба разорвется снаряд или еще что-то и вот в этом и различия огромные то есть у всех людей разный конец и поэтому об этом конечно если видишь так в окопе сидишь об этом всегда задумываешься но также есенин конечно он тоже задумался над этим видел что жизнь проходит очень быстро и не успеешь промаркнуться как уже тебе триста сорок пятьдесят шестьдесят семьдесят лет и уже конец поэтому естественно пожилые люди да и я вот своем возрасте мне 60 лет исполнилась конечно и с удовольствием вспоминаю молодых годах также было и весенина что там было в первых стихах этой первых строчках это стихотворение он начинает сразу конкретно говорит не жалею не зову не плачу хотя конечно же он и жалеет и зовет и плачет все пройдет как с белых яблонь дым говорит да конечно я не жалею не зову не плачу но все пройдет то есть как бы хоть жалей хоть не жалей а все равно все пройдет увядание золотом охвачены я не буду больше молодым молодым можно оставаться их 30 40 50 лет и вот как-то у него вот что-то подумал что он молодым это до 20 лет да нет молодой это не до 20 лет в древнем израиле например молодыми парнями считались мужчины до 45 лет если человеку 45 лет или у римлянов например они там солдаты это были вполне такие боевые мужчины до которые еще воевали там и марш броски делали там по 40 по 50 километров в день конечно они были как молодые же не назовешь старыми и поэтому вот это вот они вот это депрессия до видно ну конечно образ жизни у него был соответствующий тоже постоянно был депрессняк но мы за это его не осуждаем потому что в принципе это в жизни каждого человека такое бывает значит что там дальше не жалеет конечно можно сказать почему не зовет и не плачет потому что все эти года которые прошли он их считает нормальными хорошими хоть они были у него там очень разные да если с точки зрения любого другого человека спросишь как кто-то находит это хорошо кто-то плохо ну в целом они подарили ему бесценный человеческий опыт ну как правило потом оказалось что этот опыт ему в жизни особо не пригодился потому что конец у него был довольно таки печальный до толком не знает кто как он закончил свою жизнь ну просто сам факт то что вот он в 30 лет уже погиб или или его колеца убрали это уже говорит о том что действительно что-то у него жизни было не так не совсем так как как-то он не вписывался в ту систему тогдашнего мира и забавы ему больше не хочется шляться босиком а гулять по россия по траве вот мне 60 лет я с удовольствием до гуляя когда-то летом так если босиком там по траве то есть не знаю как ему в 20 лет в 30 лет уже это не хотелось ничего делать надо было ему в деревню почаще ездить и поменьше шляться вот по ним не босиком а поменьше шляться по всяким баром ночным клубом и тогда было будем все здорово деревня его исправила бы у меня есть один такой случай жизни когда вот тоже в городской парень был восемь лет на игле наркоманы все такое и потом его один украинец приехал сюда в германию на машине дальнобойщик он забрал его к себе туда в деревню какую-то там глушь в лес какой-то в украинский и потом за два-три месяца он очистился очистился там от наркотиков и приехал сюда совсем другим человеком там была баня там речка была там было было настоящее питание молоко сметаны и все такое и человек полностью очистился то всякой этой дури да то есть нарко наркота вся вышла из организма и он стал абсолютно здоровым человеком вот уже наш самое нужно было сделать есенина ему нужно было просто уехать из этого города в деревне и пожить там нормально хорошим воздухом подышать коров подоить повыгонять там не знаю скотом позаниматься просто обыкновенной крестьянской жизнью на рыбалку ходить дрова рубить там ну и много-много другое делать и всякая дура него из головы и тогда бы вышло но вот он этого не сделал так только стихи писал да то есть всю свою депрессию он выражал через через стихи ну понятно тоже потому что как бы другого он не хотел вместе с молодостью позади остался дух бродяжи как он говорит дух бродяжи поэтому речи этого зрелого мужчины обдуманный хотя он был не совсем зрел если так разобраться между нами говоря спокойные а глаза больше не напоминали буйством ну конечно в 16 17 18 лет он был буйный там потом уже не так ну вот такой человек нужно акцептировать есенин считает что с возрастом чувства перестают бурлить ну конечно если их так сильно подавливать алкоголем наркотой куревом и прочими другими забавами конечно у тебя с возрастом чувства перестают бурлить а если ты нормальный образ жизни ведешь ты и 40 50 60 лет будешь нормальным человеком также он говорит стихотворение что у него больше нет желаний какой-то момент он начинает сомневаться не приснилось ли ему это вообще вся его жизнь когда-то вся его молодость что-то как-то было в таком как вот вы бываете когда молодые люди я помню нам по 20 лет было в общежитии мы жили в студенческом утром просыпаешься после такой очередной гулянки да и потом начинаешь вспоминать что там было вчера и людей других спрашивать никто толком ничего уже не помнит как было вчера там и позавчера но потом начинается такой отход поэтому примерно у него тоже у него такие временами были моменты когда он не понял счетом было вообще жизнь как она прошла где она прошла интересный факт есть очень интересное сравнение такие метафорически очень здорово он говорит розовым конем жизнь да как бы молодость как проскакал на розовом коне розовый цвет он символизирует беззаботность вот как говорят люди смотрят на мир через розовые очки ну вот так беззаботно без хлопотно ни о чем не задумывается думает о мир такой очень цветный хороший такой розовый а на самом деле в мире есть жесткие вещи до которые если реально подходить к миру то мы видим мир сегодня очень переполнен даже и насилием а конь это быстрый бег молодых лет но это до молодость она проходит очень быстро потом зарелась она немножко более-менее нормально но когда уже наступает старость там а все летит в тысячу раз быстрее чем в молодости особенно последние там 10-20 лет время так называемого доживания даю человека все пролетает очень быстро жалко последних стихах строчках он говорит что уже как бы говорит от слова мы он повторяет известную истину что все мы в этом мире тлены ну да вот это единственная справедливость есть в этом мире очень здоровская да что все должны умереть и миллиардеры и миллионеры и богатые и бедные все проживают свои там 60 70 80 90 нут кое-кто может быть и сто лет а потом все в тлены все уходят обратно превращается в пыль образно говоря и с каждым днем человек потихонечку потихонечку приближается концу своей жизни так было всегда так она сейчас пока есть ну а если настанет когда-то вечная жизнь это будет очень очень здорово то есть каждый из нас хотел бы жить вечно но это уже совсем другая тема это более уже христианская тема грустные раздумывания над вечными философскими проблемами хотя он и утверждает как я уже говорил есенин что не жалеет не зовет не плачет в монологе преобладает все равно грустное настроение как два друга встречается и рассказывать друг друга про жизнь свою там у него кого-то там семья была разошелся там дети были выросли ушли контактов нет и все равно так сидят два друга с друг с другом разговаривает и один другому год нет не год не жалею не зову не плачу вот как есть так и живу но мы ведь понимаем да что конечно человеку этому жалко что так вот в жизни получилось какие-то там с контакты были хорошие связи с кем-то где-то что-то разрушилась не получилось не зовет то есть он этих людей может быть своей жизни обратно не зовет в свою жизнь не плачет вместе когда-то может быть с другом или с женой с детьми проводили время даже где-то поплакали вместе а сейчас как бы все разошлись как в море корабли все это все это человеческие отношения все это в жизни у каждого из нас бывает и конечно же мы жалеем и зовем и плачем иногда вот такой разбор полета стихотворение не желая не зову не плачу послушайте его сейчас в моем исполнении в следующий раз разберем другое стихотворение и пожалуйста подпишись на канал будем общаться а я с удовольствием со всеми общаюсь все кто вот имеет такой положительный настрой на жизнь рад рад тому что имеет это уже правильно в жизни ну а также лезь звать и плакать это делает каждый из нас отдельно где-то в своей коморке комнатки потому что в жизни не так все сладко и гладко как это кому-то кажется тот кто носит до сих пор розовые очки и так слушайте мое стихотворение в моем исполнении плячем мое стихотворение в почитании мое стихотворение в моем исполнении мое стихотворение мое стихотворение у литра воорд у нас это Продолжение следует... Продолжение следует... Как уж будешь биться, сердце тронутое холодком, И страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжи, ты все реже, реже, расшевеливаешь пламенью уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодья чувств! Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, иль ты приснилась мне? Словно я весенний гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с клёнов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, Что пришло процвистить и умирить. Продолжение следует... Я думаю, что есть над чем задуматься, Есть над чем поработать. Каждому из нас, прежде всего, Я снимаю это видео для самого себя. Если какие-то есть интересные моменты в моей жизни, Я всегда это как-то обрабатываю. Сначала сам у себя в голове, Через сердце пропускаю. Стараюсь как-то в каких-то действиях это потом выражать. Итак, пожалуйста, заходи на другие видео. Если тебе понравилось мое видео, То, пожалуйста, подпишись на мой канал. Я тебе буду очень-очень благодарен. Также, если какие-то вопросы есть, Личного плана, пожалуйста, свяжись со мной. Я тебе с удовольствием чем могу, тем помогу. Итак, с вами был Виктор Балет. До следующего ролика. Заходите. Пока-пока.